Субтитры создавал DimaTorzok Мы начинаем новые судьи, более-менее мы что-то разобрали про прошлые судьи, какие-то крошки. Сейчас будем разбирать новую. Ом и Рав. Следующая вещь. Следующий у нас запреты, которые идут в таре, которые наша смешна перечисляет. Нас смешна перечисляет не все, естественно, а частично примеры запретов, то есть заповедей, которые нельзя делать, за которые полагается бичевание. И она, естественно, перечисляет далеко не все, потому что практически за все заповеди, которые нельзя делать, кроме исключения, которые мы уже немножко видели, полагается бичевание. Значит, одна из вещей, которую она перечисляет, это тевель. Значит, запрет тевель. Что написано в Мишне на эту тему? Ахаль тевель. А чей, который съел тевель. Сейчас будем объяснять, что это такое. У мастеришн шелонитла трумой сой. Или съел мастеришн, который не отделили труму. Это имеется в виду труму с мастер. Имеется в виду мастер или мастер. Сейчас вы не объясняете. Мастер Шенни. Или человек, который съел мастер Шенни, в эгдеш шелонивду. Или эгдеш, который не выкупили. Значит, говорит Раша. Откуда мы знаем, что человек, который съел тевель, он, ему, во-первых, где написано в Таре, что он нарушил запрет. Какой запрет он нарушил, как в Таре написано. Говорит Раша, что написана следующая вещь. О, это не то. О, это не то. О, здесь это то. О, это учебная из Рейд. Давайте посмотрим, где написано. Ковбейс. О, это икро Ковбейс. О, это икро Ковбейс. О, это икро Ковбейс. Давайте кроме того, что написано, посмотрим, что написано, чтобы понимать о чем здесь речь. Значит написанного икра Кавбет в конце его икра, не совсем в конце, значит я читаю, что написанного икра. Слово «Леназир» это сложное слово, но человек, который назир, это человек, который чего-то отделяется, чего-то отстраняется, не так сказать. Это тоже, по-моему, не то, извиняюсь, это уже не то, судя по смыслу. Здесь написано, давайте прощем, здесь написано следующая вещь. Значит, здесь написано «Вся Пороша, судя по смыслу, Портруму». Значит, начнем с какого-то начала логичного здесь. Если он купит кого-то, то есть раба, Канонейский раб Койн имеет право кушать труму, Велит Боисо и те, кто у него рождаются, Гем Йоихл Балахму. Они будут есть его хлеб, то есть имеется только этот самый труму. Обат Коэн и так далее, и точка Коэна и так далее. В Ишке, я Холкор Бишгага. Если человек, который не еф Коэна съел случайно, Нужен хамештой лав. Значит, написано из закона про труму, Написано в том следующее новый лав. Новый запрет. Иисус говорит, Иисус говорит, И не оскорбнять будут святости в народе Израиля, имеется в виду трума, Исашер Яриму Лашем, Которые будут поднимать Всевышнему. И что такое, Будут поднимать Всевышнему, Гамаф Санэрина, Рашвей здесь приводит, Здесь говорится про то, Что потом будут поднимать, То есть то, от чего еще не отделили труму, Уже от этого есть запрет, Это есть. Иисус говорит, Иисус говорит, То, что еще не отделили. Вот называется Логи Халюиско, Учебная Израиля. Мы Халюиско, Которые потом будут отделять. Значит, что это такое? Человек, который вырос урожай, Чего-то, чего-либо. Есть вещи, которые драбоны, Есть вещи, которые драбоны, Мы сейчас не будем в это заходить. Человек выросил урожай в Израиле, Он должен отделить от этого Разные виды отделения, Как написано в Торе. Первое отделение, которое должен отделить, Называется Турмагдуля. Это то, что здесь написано, Сейчас мы читали про нее, Что ее дают Коину. Коин имеет право ее есть, Только когда он ритуально чистый, И когда она ритуально чистая. Имеют право есть не только Коин, Но и его домочадцы. Что такое домочадцы? Дети, жена, Кананейские рабы. Называется его домочадца. Они могут его к ней кушать ее. Это тоже Труму. Ему разрешается кушать. Всем остальным нельзя есть Труму. И это называется Трума теперь. Урожай, от которого не отделена Трума, Ничего другого. Называется Тевель. Такое название. Не знаю, как оно взялось, Но есть такое название Тевель. Так это называется. Тевель – это не отделенный урожай. Не знаю, откуда взялось это слово. Так оно называется. Это называется Тевель. Теперь Тевель есть тоже нельзя. Почему Тевель есть нельзя? Как мы сказали, Сейчас так написано. Второй человек, который съел Тевель, Он нарушает запрет, Который называется Который потом будет отделять Всевышнему. Что такое потом будет отделять? Говорит Раши. Здесь говорится про те вещи, Которые будут потом отделять. Тут мы видим, что запретный. Запрет есть Тевель. Что такое Тевель? Тевель не отделена. Пусть ничего не отделили. У нас есть много разных отделений, Которые мы должны отделить от урожая. Именно три. От основного урожая. Первая называется Трума Кдулла. Вторая называется Майса Ришун. Первая десятина. Трумы батареи нету. Размера. Сколько нужно отделять. Сколько хочет. Сколько отделяем. Одну зернышко. Или почти целиком. Не знаю. Осталось. Трюмпы установили. Даял этому размер Трума Кдула. Какая. Либо одна пятьдесятая часть. Либо одна шестьдесятая часть. Человек, который называется Бейнони. Средняя одна пятьдесятая часть. Человек, который как называется? щедрый широкая душа отделяет от нас рукавой чаще которые скупой отделяет одну шестидесятую часть так это просто это восстановление мудрецов уже львом случае он дает эту койну и койну мы сказали что как только он отделил что он сделал нужно отложить в сторону эту часть которая отложил сказать а рейзу труму к дойду говорят еще про хошеке шуми социума на фрич там от ума срод то он где-то сначала и сторону потом сказать а рейзу труму к дойле это трума после этого кто когда сказал то те 3 плоды которые нажал в сторону воды неважно это подымет не только плоды смысле деревьев но любые пшеницы дали как только он сказал у нее появился статус то все время пока ничего не говорил у этого у всего рожая есть статус какой-то называется тэбелли вы есть нельзя как мы сказали только наделил то только только отложил в сторону и скала разве труму к дойду это на сказать броку не важно скал броку низко урока это не бараханье моя кэвид если даже несколько броку все равно это просто то что он сказал то действует сколько он сказал броку эти стороны отложенные плоды стали трума к дула их нужно дать койну митсу дать койн передача остальное есть можно нет нельзя почему нужно нельзя потому что дарить нужно еще два раза масса 1 масса ртромаса два раза для десятую часть 1 10 часть то раз 90 часть того что осталось то есть девятую часть от самого начала допустим понятно да так это работает значит первые какие два мастера 1 1 1 называется 1 масса рн звать так называться первым ассэр его нужно дать левитом называется 1 масса р нужно отделить десятую часть того что осталось после того как девятру мукдойду одожить сторону рассказать орэзе майс риш он и дать его левитом повторе потом нужно еще отделить 1 масса р что с ним делать здесь зависит от того какого года начаться Есть семилетний цикл. В седьмой год, шметая, все ничье, все эвкер, все, всем принадлежит поравномерно, коммунизм. Не надо отделить ничего. В седьмой год не надо вообще ничего отделять, даже труму не надо отделять. Не труму к дойлу, не маясь Иришу, ничего. Почему? Потому что, почему нужно отделять труму? Потому что, вместо того, что вместо нас работают в храме, нужно дать им за это зарплату. Такую зарплату дают труму, чтобы они ели, потому что они вместо нас работают в храме, а мы не клоним, которые работаем на земле. Нужно давать им труму. То же самое левиты. Левиты работают в храме вместо нас. Мы даем в качестве зарплаты маисеришон, десятую часть. Седьмой год. Все ничьем. Все любой человек может брать. Он может брать, я могу брать, Леви может брать, Коин брать. Все эти самые одинаковые. Поэтому никаких, ничего не отделять не надо. Седьмой год. Дальше первый, второй год нужно отделять маисер. Второй маисер называется маисер Шейни. Что такое маисер Шейни? Как раз сказал, нужно принести в Иерусалим и там его съесть. Если же много слишком, то нужно отдать это, выкупить его за деньги. И то самое. В маисер Шейни есть святость. Что такое святость? Если его нельзя есть в Иерусалиме, нельзя есть в ритуальной чистоте. И то же самое, соответственно, если выкупить за деньги, деньги можно купать только еду, которая ритуальная и чистая, и так далее, и так далее. Это вещь, которая уже следующая, сколько я помню Значит, называется Майсер Шейни В третий год и в пятый год И в шестой год Нужно отделять место То есть так первый, второй год и четвертый, пятый Третий и шестой год 7-летнего цикла Нужно отделять второй Майсер Но вместо того, чтобы нести в Россию, нужно давать его нищим Называется Майсер Рони Значит, дальше Вопрос такой, я отделил Труму от урожая Какой у меня статус? До этого урожай назывался Тевель Я отделил Труму Очень хорошо Можно это есть или нельзя есть? Оставшийся нельзя есть Человек, который съел, полагается бичевание Или не полагается бичевание? Вопрос Я отделил Майсер Ришон Отделил уже первую десятью, но отдал ее лебень Пока что не отдал, отложил в сторону, не важно Можно есть или нельзя есть? Нельзя есть Есть бичевание или нет, будем разбирать Пока я не отделил второй Майсер Рони В зависимости от года, соответственно, это нельзя есть Теперь, как это нужно Теперь, как мы на это смотрим? Пока я не отделил Майсер Рони Нельзя есть Пока я не отделил Майсер Рони Нельзя есть А? Сейчас будем разбираться Что здесь Майла? Если съел додел Это называется еще раз Кто называется съел тевель Человек называется съел тевель Это не Котшим Это не Майсер, это не Котшим Это не Котшим Майсер это самое Съел Майсер, это вещь, которую нельзя делать нельзя есть майсер. Один из запретов, который уже все написано, это есть. Нельзя есть майсер в Иерусалиме. Это майсер шейни. Будем дать вот это дело. Значит, пока что Гмара говорит следующую вещь. Значит, начнется наш муру. Омар Аф. Ахаль Тевэль Шэль Майсер Они Лойке. Значит, человек, который съел Тевэль Шэль Майсер Они. Что это значит? Что рожает, которого отделили и Тру Мугдойлу, и Майсер Ишон. Это был третий, шестой год, еще не отделили Майсер Они. И он съел этот эти плоды. Ему полагается бичевание. Почему? Потому что все время, пока не отделили даже вторую десятину, то есть в данном случае вторую десятину, которая называется для нищих, Майсер Они, все равно это называется Тевэль, из-за него тоже полагается бичевание. То, что сказал, кто-то сказал Омар Аф. Человек, который съел Тевэль Шэль Майсер Они. Что такое Тевэль Шэль Майсер Они? Что уже все отделили, кроме Майсера Они, несмотря на то, это Ло Кэль, ему полагается бичевание. И как мы сказали, откуда это учится? что вы видели? Что вы видели? Что будет, если у Рома Майсер Они? Он отделили уже первую десятину, но еще не отделили Майсер Шэль. Майсер Они, или даже в год, когда нужно отделять Майсер Они, десятину для нищих, Минай, откуда я знаю, что все равно ему полагается молком, это самое бичевание, хотя уже почти все отделили, осталось только Майсер Они, осталось только десятину для нищих, все равно ему полагается бичевание, откуда я это знаю? Потому что написано в пасухах, в лоту Халли и Хольвиша Орехо, или Алан Уомер, в Ахлюбиш Орехо в Савэу. Малян Майсер Они, афган Майсер Они. Что это значит? Гритмрак Зира Шава. И эту Зира Шаву нужно понять. Значит, сначала посмотрим, что здесь написано. Значит, написано два пасуха. Один написано в дворем Ютбет. Если скажете, какая-то пасуха, будет очень хорошо. Дворем Ютбет Ютзайн. Давайте посмотрим, что написано. Значит, написано, не сможешь ты есть. То есть есть запрет, есть. Биша Орехо, имеется в виду в твоих, то есть в Доссловном периоде, в твоих воротах, имеется в виду в Нейерусалиме. То есть где-то, где-то живешь, в твоих воротах нельзя и следующие вещи. Доган – это злаковый, тирошхо – это вино, и дзуреха – это шемен, как называется по-русски, масло, масливковое масло. И также ты не сможешь есть бакурхо, если у тебя есть первенцы животных, то их не сможешь есть вацюнеху, крупного рогатого салка, скота и мелкого рогатого салка. Вихольная дареха – все твои обеты, ашартидор, который ты будешь обещать, винидвусеха и турмаст юдэху. Значит, так здесь написано. Теперь, что отсюда учим? Непонятно, что отсюда учим. Значит, есть еще один посук, из которого учим Гирошева. Второй посук написан, где вдворим кавов. Какой посук, если скажете, будет хорошо. А? Юдбейс, тоже юдбейс. Да? Нет, это. Тут есть посук. Кисхалеля маасэра с маасэр бутву асхабы шанаш лишились нацца маасэр в носота для левила, герли и сома, романова, охлуби шараха в СВУ. Здесь есть, называется, бюрмасрот. Сейчас не будем заходить в этот посук, будем еще разбирать это потом дальше. Когда закончишь отделять весь маасэр, тву асхабы шанаш лишили третий год, когда закончишь отделять маасэр третьего года. Что такое маасэр третьего года мы сказали, это майсерони. Для нищих вы шната маасэр, это шнат, который есть отдельно другой маасэр, чем как все остальные годы. Почему? Потому что третий год мы сказали, что это майсерони. Для нищих. Вы насотали левила, герли и сома ла алмана. Даш это левиту, геру, и тому, в смысле, это как сказать, сироте, альмана, вдове, вахлю, бешу, ореху, и они будут есть в твоих воротах и насытиться в СВУ. Значит, здесь идет речь про штор, про маасэр ришун. Это понятно, да? Здесь идет про маасэр ришун речь. Когда закончишь третий год доверять маасэр, каву ему отдай, отдай ему геру, и сома, леви, всем нищим, которых можно отдать. Маасэр ришун, каву ему. Маасэр леви? Маасэр шэн, здесь это майсерони? Леви, здесь не майсер леви, лавдовка, леви нищим. Леви, лаввили, 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 герли и том ла алмана. Всем одинаково. Это не майсер ришун, это майсерони. Значит, майсерон нужно отдавать нищим. Ты отдаешь его всех, и они ухлюбишь ореху, и они будут есть в твоих воротах, то есть в всех городах, где ты живешь. И пускай насытится в СВУ. Как бы то ни было, такая вещь написана, говорит Марак Зира Шава. Та же как здесь, так и там. Ютбет, еще раз кой здесь пасук. Значит, так же здесь написано, есть Зира Шава. Здесь написано в твоих воротах, там написано в твоих воротах. Там написано, что нужно есть в твоих воротах. Здесь написано лотухали хольби шу ореху маасер до гунха. Папchemical что здесь написано? Здесь написано про майсер Шэнь. Майсер Шэнь нельзя есть в твоих воротах. Что такое? Здесь написано, еще раз, лотухали хольби шу ореха не сможете есть в своих воротах. То есть в городах ты живешь, кроме Иерусалима. Так мы это знаем от Перуш и этого пасука. Не можешь взять майсера от дагана, от вина и от оливкового масла, не сможешь есть шереха. Какой майсер не сможешь есть? Второй майсер. Но что, и зира шаваа, которая говорит, что здесь говорится также, поскольку шереха здесь написано также про майсерони. Майсерони очевидно, что можно есть, потому что там написано, что я люблю шереха в СВ. В том же посудке, которую мы только что прочли, написано о хлебе шереха в СВ. Как мы это понимаем? Если написано здесь про майсерони, как можно сказать, что нельзя есть? Ответ. Нельзя есть то, от чего из чего не отделили. Лотуха лейхо лифнейши тамат фриш майсер, который едят без шереха. Такой здесь интересный друж. И отсюда мы знаем, что человек, который отделил все, кроме майсера, который едят без шереха, который едят в своих воротах. Какой майсер этот человек? Называется майсерони. Про который написано там во хлебе шереха в СВ, гервы и том, в эльмана, в хули, в хули. Про этот майсер написано, что если его еще не отделили, его нельзя есть без шереха. Сколько нельзя есть без шереха? Здесь тоже есть написано, то полагается ему, соответственно, Малкас. Лотуха лейхо лифнейши орехо, в ле ален омэр в ахлюбе шереха в СВ, а мали ален майсерони, афкан майсерони. В ому рахмона, лотуха лифнейши. Несмотря на то, что это есть. Значит, давайте прочтем раше, правильно я понимаю или нет. Тевальше майсерони шефришу кольма астройса в хуцмизе в лойке афальгавды майсерони эйнгок душа. Значит, страшно добавлять информацию, что майсерони, десятые десятины, которые дают нищие, у них нет никакой святости. Нищие могут ездить где угодно и как угодно. И более того, они могут и продать кому угодно или подарить кому угодно. Нищий, который получил майсерони, он не обязан это есть. Он может ее продать и купить себе валенки. Не знаешь, что можно купить, чтобы было летом не жарко. Он может сделать все что угодно, это его честно, это самое, не честно, но как называется. Это его обычное, это самое. Шереза римна ехал бухолловон афилуахи тавиль. Несмотря на то, что делает Теваль. Дактив лагер львесом армана, в обвинена до шана шли шис, а в шореха амуркан, ешли мод мимено майсерони, вайх комер, лотуха лейхоль, теваль ба отша майсер басуихо шекатобу шереха. Теваль, ты смотришь, есть все время, пока в нем тот майсер, даже по которому написано в шореха, то есть майсерони. Таким образом мы объяснили, то есть это сказал то, что сказал Прайта, то что сказал Раф, что человек, который съел теваль, от которого уже все отделили, кроме майсерони, все равно ему полагается бичевание. Так мы объяснили. Сказал Раф Йосиф к этанове. То, что сказал Раф и то, что мы объяснили, это не по всем мнениям, а зависит от спора этанове. Есть мнение такое, как Раф, есть другое мнение. Где мы наши спорта ноем? Рабиле зорумер. Эйн царих ли кройсе сашем аймайсер ойниши дмай, ля хомрим курей сашем вейно царих ля африш. Здесь мы должны войти в новую судьбу, которая называется дмай. Не знаю, новую, не новую, фатеральный, фатеральный. Что это такое дмай? В батарее человек, кто должен отделять труму, и кто должен отделять десятину, это человек, который вырос урожай. Если у него вырос урожай, он должен отделить труму, потом майсеррижен, потом майсерони, отдать это кому нужно, и все остальное, это будет его личное честно заработанный урожай. И что делать? Что было, что в Рина Йохан Коенгадоль послал в Гулестроя, обнаружил, что аморациям, то есть люди, которые, как сказать, не это самое, не отделяли ничего, кроме труму к дойду. Почему они не отделяли ничего труму к дойду? Труму к дойду можно отделить чуть-чуть, даже если это 50-60-60, есть вещь, которая еще терпима, тем более, что в батарее можно наделить одно зернышко, это будет достаточно. Поэтому это они отделяли, потому что они знают, что человек, который ест труму, очень серьезная вещь, очень серьезный запрет, и так далее. Поэтому труму к дойду они отделяли, от майсер Ришон, а майсер Шейни они не очень отделяли, майсерони. Надо разбирать. Поэтому что восстановил Йохан Коенгадоль, что человек, который покупает амароц, то есть разделил, грубо говоря, еврейский народ на людей, которые назывались хавер. Хавер – товарищ инэкпрусский. Значит, надо получить диврей хаверут, будем это учить в сценарии, по-моему, не помню. Если Дина – это самое, как получает хаверут, как это самое. Значит, нужно все время, пока человек не получил хаверут, он не найман, лагит, швейфраж, сатурматов, масрот. Есть специальное такое постановление. Это называется амароц. Амароц – хавер. Значит, разделил на людей, которые называются амароцем, которые не приняли на себя, как сказать, диврей хаверут и хаверем, которые получили на себя, хаверут, товарищи чего-то, не знаю, член чего-то, член партии, не знаю, как прийти. Как бы то ни было. Так он разделил, и человек, который называется амароц, он, соответственно, даже если он сказал, что я делил уже и все то, что нужно отделить, все равно мы ему не верим. Так написано, так постановление было. Такое было постановление Йоханн Гоенгода. Это вещь, который, по урожай, который понимался, назывался дмай. Дмай – это по-русски что это? Дмай. Что это, как сказать? А это, как сказать, спрашивает ревью ученика, что такое дмай? Он говорит мазэ. Мазэ дмай. Мазэ? Мазэ дмай. Что это такое? Значит, мы не знаем, отделили или не отделили. То есть, тру мук дойли, мы говорим, что отделили. Так было еще раз. Мы не говорим про сегодняшний муцид, мы сейчас говорим про то, что было времена хазарь. Значит, дмай мы смотрим так. Тру мук дойли от него точно отделили. Мазэ решили, я не знаю, отделили ли его или не отделили. Что я делаю, я отделяю. Что я потом с этим делаю, будем дальше разбирать. Но отделить я должен. Почему? Если я не отделил, страшное дело. Мазэ решение, я тоже не знаю, отделили или не отделили. Я его отделяю. Ну что делать теперь сафек, мне ничего не связ access Cruzко это самое, приходится ему нести вверх кодеку. Есть его там, потому что если до этого не отделили то есть. может быть, что до этого не отделили, я пока что делит на деле. Сколько они должны отделили или не отделили. А поскольку его есть вне Верусалима, никому нельзя. Если его в ритуальной чистотень не одел, приходится вне Верусалим if the mummy есть его в ритуальной чистотень. У нас это не сто процентов, это усынение, что ми се рожень с ней разбирать мои сыр они что делать а делить надо или не надо чтобы разбирать на эту тему наш парад на следующую вещь говорит убрать на следующую вещь рабберез ромер и не царих лекройся сэшэм армой сырони то есть по и сырони в код когда есть мои сырони я получил шедмай если я купил у амараца урожай я не должен вообще ничего делать насчет моей стороны нужно здесь мастериш он и спокойно есть все остальное ха 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 мамрим курэй тэшэм вейно царих лафриш говорит нет нужно сказать что мастериша например с южной стороны этих плодов но давать его ничем не надо почему не надо давать ничем надо очень просто у нас есть два запроса нас есть будет рабби шимом следующую вещь что все время пока не отделили плоды как мы сказали если меня отделили от них мастер они за это полагается запрет тары как мы то сказали написано бешереха бешереха полагается за это бичевание поэтому очевидно что я должен отделить просто только их и отделил плоды которые остались их можно есть мастерони тоже можно есть только есть еще одна митсва дать его нищим то есть человек который в принципе отделяет у себя от своего урожая мастерони ест его сами вот нищим он вырали из лав взрыва воровы ворует то что есть принадлежит нищим других запретов нету это никакой святости пирот нет он обязан дать их ничему если он нищим это называется мамон они им как принадлежит профсоюзу нищим не знаю как сказать людям которые называется нищим это принадлежит он может выбрать кому он хочет дать этого права называется ватаной шиной но в принципе эта вещь которая принадлежит нищим партии нищих то есть партии нищие тоже на скупление тоже есть на кто-нибудь это 20 звук это неважно есть отдельно вопрос как определить а все застанет не то есть принесет такой нищий это принадлежит им он обязан дать если он есть сам то он хулиган на как называется негодяй почему потому что он ворует у нищих если это дмай он говорит так у нас есть правило мы не знаем есть уже это отделили от первый раз и отдали нищим я сейчас ничего не должен делать если не отделяли ту я и я сейчас один то может у меня ничего я сейчас отделить я рассказал я сказал я сказал что ей что могу я сказал имеется ввиду что если еще не отделили то это будет матче раннее есть определили тоже того рая топэту вот клюх то есть внизу да что там тебя нужно принадлежит не вид свои старاه месяцев уставает маша роции соф мать Я думаю, что я должен еще раз отделить драбона. После того, что я говорю, я говорю нищим, хотите, чтобы я есть, если уже первый раз отделили, то это мое. То, что я сказал, это никакой силы не имеет. Это моя личная вещь. Если же первый раз не отделили, то это ваше. Мы говорим о мойце Мехабеда Абрая. Привезите мне доказательство, что тот Умарац, который я купил, не отделил и не отдал в Майсероне, я вам с удовольствием отдам. Не сможете прийти это сам, я съем это сам. Это называется о мойце Мехабеда Абрая. Человек, который хочет у другого что-то забрать, он должен получить доказательство. Здесь тоже мы говорим, мы не знаем, кому принадлежит этот пирот. Либо они принадлежат нищим, потому что еще не отдали первый раз, не отделили, не отдали. Либо принадлежат мне, как Балябайту, как владетелю, как человек, который вырастил, вырастил эти, не вырастил, а купил эти, как называется. Эти плоды, они принадлежат мне, поскольку мы софэка, я держу их. Мы говорим о мойце Мехабеда Абрая, то есть он отделяет мне это сам. Теперь, по первому мнению, даже не надо отделять шем, почему не нужно отделять это. По второму, еще раз, то, что у нас написано. Катаной, Раберез Ромер, Эйну, Царих Ликройзе, Сэшэм, Аль Майсерони вообще не нужно ничего делать. Почему Шридмай, почему вообще ничего не нужно делать? Потому что он считает, не как только что мы сказали по мнению Рава, так Гмара поняла. А он считает, что, так пока что Гмара это понимает, что, в принципе, нет запрета. Есть, как называется, тевель, от которого не отделен Майсерони. Есть только одна митства, отделить и дать это нищим. А есть неотделенного, нет запрета. То есть, есть только запрет, который называется лотизони. Нельзя ворвать. Потому что сколько там? То есть, когда я ем неотделенного, если неотделенного урожая, этот самый Майсерони, получается, что я ем, включая в себя Майсерони, то, что я должен дать нищим. Получается, что я ворую нищих. Это все хорошо, когда это урожай, который вырос на моем поле. Когда я купил Демай, и на Демай мы смотрим, как Софек, я не знаю, где. Вы в Демай, как я не пишете? Нет. Может быть, да. Может, в конце есть отдельный рост. Можно Рима Фреда и на Ханами. Возможно, поэтому мне не можно в конце отделить. На Ханами не нужно. Возможно, что так оно и есть. Теперь, Вайтерство, мы говорим, что Курэйто Сашем… Теперь, по мнению, не надо ничего здесь делать. Поэтому спокойно. Здесь, когда это Демай, вообще ничего не надо делать. Поэтому гора поняла, что первое мнение в нашей Машне, в нашей брате, извиняюсь, Рабелезер, говорит. Почему не нужно? Потому что он считает, что нет никакого запрета, если это неотделенным, если только в Митцва дать этого не было. А Вайя Хохоми, мы говорим, что нужно Курэйто Сашем. Нужно это отделить, но не нужно давать. Не нужно давать нищим. Малагомавлиги, в первом разе в чем у них спор. У Марса вар первое мнение – Делой, Тавады, Тавлой. У Марса вар Вады, Ину Тавлой. Наоборот, здесь второе мнение. То есть Рабелезер Хохоми говорят, что Вада, если точно не отделили, это Тевель, поэтому это нельзя есть. Поэтому я обязан отделить, отдавать им не должен, потому что я говорю, придите наказательство, что вам еще не дали, я вам дам. А Марса вар ино Тавель. А второй говорит, что нет в этом запрета. Есть только заповедь дать нищим, поэтому если человек ест, то он нарушает воровство. А здесь, когда это софек, тогда вообще нет никакой проблемы, это есть и не нужно ничего делать. Тагмара поняла, получается, что Гмара то, что сказала Гмара, что пока завтра мы видим, что это не так, но в каждом случае Тагмара поняла, остаемся на неправильном обновлении, которое все правильно. Что? В этом есть спор. Насколько Вады и Тавеля, и Вады и Ло Тавеля. Давайте здесь сегодня остановимся. Почему он не спросит в Шаббат? А? Он только на Шаббат найман, после Шаббата опять надо делиться. В Шаббат спросить, после Йомрешен, это будет не на Найману только на Шаббат. Не на Йомрешен. Если он спит. В Шаббат можно есть, а в Йомрешен нельзя, сколько я помню. И Амман, сами объяснения будут. Сейчас убицу верно еще. Спасибо за Billyostали. Я поехал. Поехаю. Спасибо, совет. Спасибо за деньги! Спасибо за понимание! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...